Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Участок, планировка, отделочные материалы, аксессуары, нескончаемый ассортимент возможных вариантов одновременно приводит в восторг и ужас. Хорошо, когда на рынке есть успешные кирпичные компании, которым можно доверять. Вот уже 16 лет под девизом «Тёплый дом и строительной керамики для всех» работает компания «Красная площадь». О том, что и кирпич может быть предметом искусства, сегодня говорим с Сергеем Беречевским. Компания «Красная площадь» начинала свою деятельность с самого простого, самого понятного момента – это поставка строительных материалов. Причем мы с самого начала для себя определили стратегию, концепцию развития своей фирмы, что мы будем заниматься только керамическими материалами. То есть то, что несет здоровый микроклимат в каждый дом, то, из чего самым надежным образом можно строить, проектировать, и то, из чего не стыдно, скажем так, этот продукт предоставлять и рекламировать. Но раньше было больше стереотипов, согласны со мной? То есть, наверное, многие как-то сомневались, да? Сейчас, понятно, клиенты уже поняли, что это такое, что это действительно надежно. Если просмотреть историю развития этого продукта, то оно уходит к временам Древнего Рима, и мы сейчас видим, что многие объекты уже столетиями стоят с использованием этого материала. И поэтому, скажем так, новый виток развития этого продукта в Европе, у нас в России в особенности, в эти рыночные времена, поставили, в общем-то, перед нами достаточно серьезную задачу. А, разобраться в этом, Б, понять, как это использовать, как из этого строить, и, собственно говоря, к чему эта перспектива может привести, а это очень важно. А сильно изменился коллектив с тех пор? На сегодняшний день порядка уже 50 человек, если там все смежные отрасли наши смотреть. Причем это 4 города, такие основные города в России, это, в первую очередь, Рязань, это Москва, Казань, Ярославль. Вот, так как сами мы родом с Архангельской области, на северное направление всегда интересно. Там вообще традиции частного домостроения достаточно такие серьезные. Давайте сразу тогда назовем крупные какие-то проекты, объекты, которые знают все. Если мы там говорим про рязанские объекты, то это загородный поселок Снегири, это загородный поселок Ёлочка, недалеко от Соснового Бора. Это вообще для нас был такой сложный пилотный проект, где мы вместе с одной проектной организацией в городе Рязани совместно разрабатывали проекты и выполняли их в таком достаточно сложном варианте. Это бельгийский кирпич, это керамические блоки внутри, это стены без утеплителя, то есть очень надежные стены, это интересные крыши. Вот, и этот поселок сейчас уже закончен, там обустраиваются, там уже селятся люди. Вот, это такой вот яркий пример четкого, закрытого, с продуманной концепцией такого форматного поселка. Вот, поэтому мы гордимся, что мы участвовали в нем. А Снегири, мы с этим проектом уже 6 лет, наверное, с момента, как он даже 7, 7 лет, как он уже стартовал. Скажем так, инновационная площадка, да, для дальнейшего выступательного развития. Интересно, что вы сами проектируете, это очень важно. Да, сейчас, конечно, спектр услуг расширяется, и перед нами, перед компанией, которая всегда впереди этих моментов шла, у вас всегда, как бы, время бросает вызов, да, и, соответственно, что нужно делать. Вот, мы сначала начали, там, с 3D-визуализации, то есть создали свой отдел архитекторов. Постепенно его расширяли, создали теперь полностью проектное направление, да. У нас все свои проектировщики, архитекторы. И мы сейчас в области гражданского строительства можем проектировать все, что угодно. Нравится, кстати, работать со сложными клиентами, потому что, чем эксклюзивнее подход, понятно, у человека есть какие-то средства, естественно, у него есть претензии всегда даже к хорошей работе. Ну, вот вы знаете, да, вот когда, это как раз интересно, потому что, когда перед тобой стоят сложные задачи, когда ты их сам ищешь для себя, у тебя повышается профессионализм. Это очень важно. И на сегодняшний день мы можем смело сказать, что мы обладаем, ну, одним из лучших подборов сотрудников в этой области. В области и проектирования, да, и в области и понимания продукта. Потому что у нас есть одно правило, да, их на самом деле несколько основное. Мы не занимаемся тем продуктом, производства которого мы не были. Мы не сразу не бросаемся в омут головой, завтра не начинаем из него строить. У нас есть свой, там, свой, скажем так, стандарт качества, да, своя лаборатория. То есть мы исследуем, испытываем материал, только потом мы готовы предлагать их потребителю, там, потенциальному клиенту. Если вы перейдете к нам, вы гарантированно получите высокий сервис, вы получите качественный проект, вы получите качественный дом. А над чем вы работаете сегодня? Готовим ряд проектов, которые мы хотим запустить, там, совместно с рязанскими инвесторами. Вот. Плюс мы расширяем географию, да, географию не только там поставок, но и проектирования на сегодняшний день. Еще немаловажно то, что если мы спроектировали дом и скомплектовали, мы его можем строить. То есть мы это ввели два года назад и очень активно сейчас это используем. Вот. Помимо строительства мы делаем шеф-контроль, потому что очень часто так бывает, что у людей свой подрядчик, да, замечательно, хорошо. Мы готовы во многих случаях бесплатно, да, ввести шеф-контроль объекта. Цель у этого процесса только одна, да, чтобы хороший материал и хороший проект получил комплексную реализацию. Естественно, мы работаем во всем сегменте абсолютно, там, от самых недорогих материалов до дорогих, от простых проектов, которые, поверьте мне, простой проект, если хорошо продуман, он вообще может быть еще более ликвидным, еще более экономичным с точки зрения строительства. Это очень важно. Вот. Есть определенные каноны, которые нельзя нарушать. Конечно, многие люди, которые задумаются о строительстве своего дома, этих вещей не знают. Наша задача им донести это. Всегда приятно спросить у людей, какие награды они получили. Тем более 16 лет срок немалый. Вы уже доказали свою компетентность. Расскажите о самых важных наградах. В этом году, правда, получили очень много, несколько значимых наград. Есть, скажем так, которые для нас не имеют такого глобального статуса, да, есть очень интересные. Ну, мы давно очень работаем с концерном «Венербергер». Он на сегодняшний день крупнейший мировой производитель керамических материалов. Мы представляем их в России. И уже на протяжении трех лет мы получаем звание как лучшего вид дистрибьютора в России. Что, конечно, нас не может радовать, потому что, во-первых, стать дилером этого концерна – это уже достаточно серьезный шаг. Мы к этому ушли не один год. И рассотрудничаем с ними уже семь лет. И вот на протяжении последних трех мы входим постоянно в тройку лучших компаний. Это первое. Второе. Нас отметили как лучший выставочный зал среди всех выставочных залов производителей и продавцов керамической продукции. Вот. Это тоже немаловажно, потому что реально он уникальный, он интересный, находится в городе Рязани. Вот. А также есть такая очень интересная вектор направления нашей работы – это проектная работа, связанная с работой с большими проектами. И вот в контексте этого нас тоже отметили в этом году, так как у нас проекты в нескольких регионах. И мы, скажем так, несем имя керамики не только на территории Рязанской области, но и везде. Именно за продвижение в проектной работе нас удостоили, скажем так, за наилучшие показатели в этой области. Поэтому мы, естественно, планируем расширять эту работу, эту деятельность и делаем на это серьезную ставку. Почему Красная площадь? Это замах на что-то действительно хорошее и стабильное? Ну, все знают, что такое Красная площадь в нашей стране. И учитывая, что я какое-то время жил со своими родителями, еще будучи в детстве в Москве, мы жили недалеко от Красной площади. И моя мама вместо гуляния во дворе сходила со мной гулять в Александровский сад. Царь Пушка, Царь Колокол, могила Вечного Солдата. Учитывая, что моя семья военная, мне это все было очень близко и очень было по духу. Поэтому очень много фотографий в семейном альбоме, где я маленький, в разном возрасте, на фоне Красной площади. Когда встал вопрос, а как же назвать свою фирму? В общем-то, выбор очень быстро пал на это название. Плюс это у всех ассоциируется как с главной площадью страны. Все понимают, из чего она сделана. Это красные кремлевские стены, из красного керамического кирпича. То есть, естественно, ассоциативный ряд здесь прямой. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Да, да, да. Хорошо подумали. Да, естественно, естественно. Давайте поздравим всех с наступающими праздниками. Мы с вами встретились в хорошее время, когда люди сейчас, может быть, в Новом году планируют обзавестись жильем, семьей. Хочется чего-то большего, лучшего. Да, ну, конечно же, Новый год – это всегда ожидание чего-то нового, чего-то интересного. Я так понимаю, год был 15-й для всех непростым. И есть, в общем-то, четкое ощущение и понимание, наверное, что 16-й будет лучше, чем 15-й. По крайней мере, его ожидания, скажем так, у всех, они находят этому подтверждение. Люди не перестают строиться. Мы видим многих клиентов, которые у нас в стадии проектирования, в стадии выбора материалов. Поэтому мне хочется пожелать, чтобы люди, кто мечтает о своем доме, реализовали эти мечты и планы в 16-м году. Потому что дом – это равно семья, семья – это равно счастье. Соответственно, всем хочется пожелать достичь этого счастья. Спасибо вам за эти 10 минут. Ну что ж, действительно, побольше вам счастья в новом наступающем году. Это была программа подробностей. Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова